Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин Сегодня тема лекции в руках Расслабляем толстый кишечник Вот частенько задают вопрос Ну надо штонизировать частенько Энергии не хватает Вы знаете, когда даешь много энергии В тот или иной меридиан Она должна что, прийти, аккумулироваться Если человек не умеет аккумулировать энергетику То лучше приходящую энергетику расслабить Сейчас вы поймете к чему Потому что человек частенько Жаждает что-то принимать А вот отдавать человек не хочет Вследствие чего Человек, не умея отдавать Накапливает себе Эту информацию А потом, не умеючи расслабляться А только накапливает Что страдает от этой информации Чему мы это сказали? Толстый кишечник Это центральная нервная система Это робость человека Это отчасти где-то замкнутость человека Это отчасти одиночество человека Ну давайте возьмем немножко по-другому Еще рассмотрим толстую кишку Это аккумулятор Электролиты человека Вот нужно подзарядить свой аккумулятор Возьмите автомобилиста Любого он вам скажет Вы знаете У него там срок гарантии То есть работает 4, допустим, 6 лет У хорошего аккумулятора Но если ты следишь за ним Тут заметьте Сразу же водитель сказал Если ты следишь Если ты меняешь электролит Заливаешь воду Подзаряжаешь воду То же самое с нашим С вами толстым кишечником Конечно, толстый кишечник Вводит токсины Все яды И, конечно, если человек Мы говорим сразу Накапливает, накапливает Эти все яды Яды, яды, яды А вывести не может А почему? Он не умеет расслабляться Не умеет отдавать Он только научился Свою жизнь потреблять Вот почему иногда Нужно что расслаблять Точки Для чего? Для того, чтобы вывести Эту энергетику Под лежачий камень Вода не бежит Здесь много ума Не надо Вот и все Также толстая кишка Участвует в усвоении воды Так что пейте побольше Свежей, чистой водички Также эта толстая кишка И является органом пищеварения Кому непонятно, что такое Толстый кишечник Его функции И туда кишечники, которые Входят еще в толстую кишку Пожалуйста, анатомические сайты Вам в помощь Посмотрите внимательно Ну, конечно же Данная точка Джай-3 Сан-Дзянь Сюда используется При всех проявлениях Воспалительного характера Толстого кишечника Но Но Как зачастую Показывает нам Западная медицина Что вы знаете Частенько толстая кишка Не воспаляется Частенько Что? Запоры проявляются У человека Частенько А запоры это что? Это скованность Это все Собралось внутри человека Не отдает организм А почему не отдает? А не умеет человек Расслабляться Не умеет Вследствие чего Что? Получаете Чтобы этого не было Данная точка Джай-3 Сан-Дзянь Нужно Расслаблять Вследствие чего Вы расслабите орган Толстого кишечника Почистите его Отчасти Только пожалуйста Не надо думать Что один раз Мы повоздействовали Прослабляли эту точку Все Толстая кишка Расслабится Нет Толстая кишка Это орган пищеварения Пищеварительный тракт У нас что? Контролирует Все 12 меридианов Поэтому здесь Желательно диагностику Сделать для чего? Для того Чтобы человек увидел А частенько он Что? Накапливает Не хочет расслабляться Хотя вся философия Востока Тайзи Цюань Возьмите Цигун Йогу Какое хотите Направление Восточной философии Вся формируется Равно что? Что человек должен Расслабиться Потому что Когда человек Расслаблен Энергетика Течет Бежит Обновляется Когда нет Напряжен Все скапливается Поэтому данная Точка Джай 3 Сан-Дзянь В помощь Всем тем Кто накапливает И тот Кто не умеет Расслабляться Ну и в всех Проявлениях Воспалительного Характера Толстого кишечника А также Для тех людей Которые хотят Почистить свой Орган толстого кишечника Который контролирует И центральную Невную систему Заметьте Контролирует Более 300 Акупунктурных Точек Толстая кишка Так что Расслабляя только Этот меридиан Вы еще Расслабляете Около 300 Точек Вот насколько Универсальная Акупунктура В нашем с вами Теле Спасибо за внимание